как я готовлю плов для плова нам пригодится пригодится до понадобится рис я беру кубанский кругу у меня просто родители уровень я вообще больше длины либо длиннозерный мясо желательно с жиринкой чем жирнее тем вкуснее но для плова конкретно морковь морковки желательно побольше у меня просто последний осталось лука тоже побольше зира обязательно мне кажется без зиры вкус плова уже не тот барбарис тоже свой привкус дает классный перец соль я не знаю кто обычную я наверное добавлю адыгейскую с травами ну вроде бы все если что это вспомню да 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 сниму масло конечно обязательно здесь я уже в казане нагрела очень очень сильное масло на промочке не кипит у меня первым делом я буду обжаривать мясо приступим тем временем пока у меня обжаривается масло я рис залила теплой водой и пока у меня будет готовиться пережарки мои риса должна как минимум раза три ходу с риса слить и залить теплой водой чтобы немножко разбой потом я подготовила лук нарезала полукольцами сейчас морковку такими как типа палочками что ли вот подготовлю чеснок в принципе и все и будем все обжаривать добавлять специи по вкусу и оставим томиться а кстати я не сказала мясо у меня говядина обжарили следующий пункт наших действий кстати морковка уже готова желательно конечно чтобы у ее было больше и чтобы морковка по длине было нарезано ну у меня вот так короче на взгляде не заморачиваюсь лук я отправляю в казан и теперь мы мясо обжариваем с луком запах божественный прям шашлыком пахнет если честно я добавила немного зиры пережарку а здесь она крабовый салат поставила ингредиенты вариться забыла что мне салат счет готовить надо теперь добавляем морковь точно надо это все обжарить лук морковку мы обжарили теперь добавляем и воду в общем воды добавляем мы примерно короче говоря это накрыть мясо супер и жарку будет она у нас томится на более тихом огне градуса не могу сказать меня 6 оборотов самый сильный 6 я сделала на четверку сначала должно закипеть сейчас я должна буду добавить соль перец барбарис зерен 5 наверное две-три щепотки таких хороших зиры чуть-чуть приправа для плова перчик и и и чеснок попозже наверно постоянно мне покипит и тогда я добавлю чеснок просто целиком вот так вот положу таких а два цветочка можно больше но у меня так вот тут душистый деревенский два будет достаточно сейчас я очень наглядно буду все делать в себе понимаю что не очень понятно когда просто на словах наверное я еще парочку брошу хуже не будет зеран вот беру и крошу ее ломаю пальцами чтобы он душистый аромат был я не знаю может быть я конечно неправильно готовлю сколько рецепт я видела и уже готова по с конкретному рецепту сто раз не знаю ну помечка дома одобряют вкусно говоря было бы не вкусно казан бы полный долго стоял а так хватает раза на два присесть свиньи кладу немножко так вот хоть даже не знаю тут у меня уже все стороны а нет 2 короче на нашего то есть прочитаю смеяться будет в общем какой-нибудь купите приправу или вообще без нее можно обойтись от барбариса и этого достаточно вообще кузера все в общем помешала я все это правильность вот и чтобы мне говядина до готова на жестковато но опять же это не для говядины делается чтобы сок что пропитался не буду умничать не знаю точно так закрывать я тоже не буду вот пускай она у меня нет наверно все таки на пятерку сделаю нет да и вот так вот минут 20 она у меня будет тушиться ну что мясо у меня уже мягко тает во рту как морожен сейчас мне нужно добавить еще воды примерно столько же сколько я до этого давал вниз как там было примерно 500 миллилитров на глаз сейчас мне нужно все это размешать попробовать на вкус там сона все дела может поперчить будет так 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 хорошенько еще помешаю я добавила еще пару-тройку барбарисинок зиры больше не добавляла так все ароматненько кладу чеснок кладу топлю больше я зажарку эту не трогала теперь я выкладываю рис весь рис сюда сейчас я вот еще солью выложила весь рис и знаете я по-моему допустила одну оплошность надо было сначала когда пережарка с водичкой была готова надо было сначала рис кинуть кинуть положить разгладить всю поверхность и потом только добавить воды и вода чтобы была над рисом примерно с палец ваш вот у меня в принципе так и вышло готова у меня уже бульон насыщенный добавлять уже ничего не нужно сейчас я сделаю потише огонь и закрою крышкой я не спорю я может быть что-то не так делаю готовлю сейчас на память без помощи интернета уже несколько раз и получалось очень вкусно и поэтому я уже не пользуюсь подсказками и думаю ничего страшно если немножко там путаю какой-то порядок что зачем идет знаю что позже надо вроде как позже надо делать дырочки в рисе это я тоже делаю уже так как он мне захочется поэтому мастера кто умеет готовит плов любители не обессудьте я как-то так готовлю и вкусно нормально так что такие дела теперь ждем когда набухнет рис потом сделаем дырочки и откроем чтобы у нас не будем нет не будем открывать все было под закрытой теперь уже после того положились так что ждем принципе плов практически готов вода вот это выкипит ой мамочки выкипит испарится и все вот это вот этот приправ это все нормально немножко там но мешать я не буду потом перед подачей наверно возможно может быть и вообще не буду когда как отцу делаю когда мешаю когда мешаю что такие верешки плов у нас почти готов что я могу сказать плов наш готов я весь его мешать не буду только верхний рис помешать даже где-то мясо скрыл так у меня еще не было интересненько в общем вот такой плов у меня получился кому понравился рецепт ставьте лайки подписывайтесь на наш канал кому поможет на наш как вам нравится больше так все я выключаю литону оставлю на горячей комфорке короче я испачкала а то завтра у нас уже есть чё кушать вот такой у меня плов всем приятного аппетита тем кто может быть кушает может быть кто-то соберется приготовить что-то подобное кстати должно быть вкусно так что всем рекомендую ерунда мы не готовы в общем всем пока пока